ВЫХОД К СЕТКИ ВЫХОД К СЕТКИ Мы все меняемся каждый день и каждый час, поэтому если в прямую, да, другой, но на самом деле никаких радикальных изменений в игре Андрея нет, безусловно. Но Андрей всегда был классным игроком, и для меня вопрос выигрыша Мастерса – это был лишь вопрос времени и не больше того. Что это значит для Андрея? Это облегчение? Наконец он Мастерс выиграл? Или это какой-то предел? Нет, это облегчение. Это уже, ну что, на турнире Большого Шлема надо идти в финал? Да, да, да. Ну это облегчение, безусловно. Ну на мой взгляд, я бы очень удивился, если такой игрок как Андрей не выиграл Мастерс. Причем я даже очень бы удивился, если такой игрок как Андрей не выиграл больше, чем один или даже два Мастерса. Ему было на роду это написано, но вот у нас все остальные. По Мастерсам здесь Даниил Гредев с пятью титулами, Марат Сафин, Николай Давиденко, Чесноков, Карен Хачанов, Андрей Рублев. Ну ждем, что пополнится. Поэтому для меня это было, как я уже говорил, вопрос времени и то, что он выиграл. Я это воспринимаю как дольше. Хорошо. Следовало ли ему тогда дальше ехать на маленький турнир в баню Луку? Настя, как ты думаешь, а? Ну после такого триумфа ехать на, в общем, необязательный турнир, хотя наверняка какие-то были, может быть, договоренности с организаторами, и он как честный человек явился в бой. Я думаю, что договоренности однозначно были, и он, наверное, не хотел расстраивать организаторов, вот, но эмоционально он полностью выложился, и вот что касается именно Монте-Карло, мне кажется, вот тут еще психологическая его подготовка дала ему такой буст, потому что он сменил тренера, второго тренера. Команду, да, перетряхнул немножко. И как раз вот его второй тренер, он психолог по образованию, и сам Андрей сказал, что для него это было большим плюсом, так как тренер также занимается с ним психологической подготовкой. И мне показалось, что он более такой был осознанный, более уверенный вот в каких-то таких тяжелых моментах, которые случаются, то есть, может, где-то лишний раз не психовал именно внутренне. Конечно, там эмоции разные отбывают. Ну что-то было все-таки. Да, да, но вот что-то чуть-чуть в нем изменилось, мне вот это показалось. Ну и, естественно, он такой прыжок для себя сделал, преодолел такое препятствие, выиграл мастерс, и после этого опустошение случилось, и уже на таком спаде играл турнир в Сербии. Ну там Лаевич, конечно, сделал выдающиеся вещи в бане Луки, он обыграл и Новака Джоковича, и потом еще Скицманович им играл три сета, в общем, и на Рублева хватило. Удивительное прозрение, да, для Душина, хотя на грунте он играет, естественно. У них, кстати, 0-3 по встречам с Рублевым, Рублев ему проигрывал. Да, но учитывая, что Душин сделал до этого на турнире. Да, когда они играли, тут еще надо смотреть, поэтому... Ну и Новак после поражения от Лаевича сказал, что я проиграл очень хорошему теннисисту, который умеет именно показывать свой лучший теннис на этом покрытии. Моей игры, моего тенниса, Новак, честно сказал, недостаточно, чтобы проходить его. Ну да ладно, с Душиным... Даня-то Медведев у нас как сыграет на грунте? В этом году наш хардкорд спешиалист, как он себя там провозгласил, и это правда. Кто знает, а кто знает. Я не знаю, занимаются ли они с тренером вопросом земли. Вот его выступление на грунте с 2019 года, ну так, похуже, заметно, чем... Нет, ну это понятно, это понятно, собственно. Тут вопрос в другом, как бы стоит у них в планах улучшения игры на земле, или они как бы землю рассматривают как необходимое, обязательное мероприятие, и не более того. То есть если у них в повестке дня есть вопрос улучшения качества игры на земле, это как бы одна ситуация. Как его может не быть, когда Даня же говорил, я хочу в конце своей карьеры знать, что я сделал всё абсолютно, я ничего не упустил, я выложился по максимуму, и весь свой потенциал реализовал. Ну как тогда грунт здесь отбросить? Но только Даня не уточнил, что он вкладывает в понятие «всё», понимаешь? Понимаешь, это очень расплывчатая формулировка. Я сделал всё. Я сделал всё, что хотел. Вот очень важный момент. Это что ему позволили. А если я не хочу на земле играть лучше, чем я играю, ну, и чёрт бы с ней, как говорится. Есть какой-то отрезок в сезоне, когда я играю хуже, чем я играю на харде или на траве. Вот и всё. Это вопрос отношения. Если у них, ещё раз, в планах есть улучшение качества игры на земле, если они этим вопросом занимаются, это одна история. Если они не занимаются этим вопросом, это другая история. Причём я бы не осуждал их и за тот путь, и за другой путь. Как бы стратегию они выбирают сами. Я не считаю нужным давать какие-то советы, может быть, даже здесь. Понимаешь? Если спрашивают, да, но если не спрашивают... Это взгляд со стороны сейчас, да. Поэтому... Тут ещё надо всерьёз подумать, потому что улучшая качество игры на земле, ты косвенно можешь ухудшить качество игры на харде. Такой тоже может быть. Сила уйдёт на харде. Да, знаете, как есть известная поговорка? Голова сверху, хвост увяз, и наоборот. Поэтому, чтобы не получилось так, что на земле он станет играть лучше, а что-то уйдёт на харде. Тут эта проблема не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Поэтому им только с тренером решать, как им действовать. Ну, в общем, с расписанием они уже как бы что-то делают. Да, он пропускал. А Барселона, например, Даниил Медведев. Ну, давайте посмотрим, что там произошло. Вспомним события прошлой недели. Ну, вообще, само место, конечно, сам клуб. Трофео де Гадо. Один из старейших. Попасть туда практически невозможно. Ну, стать членом клуба, это чуть ли там не... Ну, это королевский клуб. По родству, да, только тебе могут передать это право. Но вот сейчас он в общем доступе. Даня сюда не приехал. Аль Карас был уже действующим чемпионом. Вот здесь Яник Синер, который приехал, раздавал автографы, но в итоге сам еще и снял. Знакомые места. Хотя мне этот турнир не очень нравился всегда из-за того, что там очень мало места. Клуб небольшой. Все время толчая. Идешь на тренировочный корт, и надо продираться сквозь толпу. Как на Ролангороде. Ну, у Ролангорода что-то похожее, да. Но клуб такой очень приятный. Он такой домашний клуб. Карен Хачанов у нас здесь сражается. Мне особенно вот этот корт нравится второй по величине. Он такой очень уютный, я бы так сказал. Ну, а выиграл этот турнир мы знаем кто. Карлос Аль Карас. Настя, как тебе вообще этот парень, как ты его оцениваешь? Это явление в теннисе, безусловно. Супер игрок, что там говорить. Мне кажется, он все может. Насколько Ци Ци Пасс сможет его обыграть, большой вопрос когда-либо. Гавидович Фокин и они здесь сражались. Испанская была разборка. Но я напомню, что Аль Карас прошел турнир, не проиграв никому ни сета. И вообще партию выиграть у Карлоса Аль Караса. И вот его статистика. Ну, она просто выдающаяся. Два поражения. Ни одного поражения против игроков из первой десятки. И уже три титула. Это он еще Австралию не играл. Да, ну у него феноменальная, конечно, подготовка. И всесторонняя игра. Цель выиграть Ролан Гарос. Естественно, это было бы хорошо. Но сейчас все мысли о Мадриде и Риме. Ну, такой резкий парень. Технических никаких изъянов у него нет. Я даже не знаю, какие вообще лимиты, ограничения есть у него. В Мадриде мячи больше летают. Да, то, что там повыше. Ну, там чуть-чуть повыше. Да, там что-то как-то скажется на его игре. Чем быстрее, тем лучше. Он играл уже в Мадриде, так что поэтому что скажешь? Он уже в Мадриде выигрывал. Значит, не скажется. Надаль обыгрывал в Мадриде, поэтому что говорить? Что может ему помешать? Борис Войш, такой коллективный разум всех остальных игроков, тренерского состава. Что делать с этим парнем, чтобы обыграть его? У него, помимо того, что парень сам замечательный, замечательный причем во всех отношениях, и в теннисном плане, и, так скажем, в бытовом... Вы видели этот кадр, когда девчонки прыгнули в бассейн, да? Это лучшее, что есть после финала. Мне кажется, это хайлайт турнира. Многолетняя традиция. Плюс у него потрясающая команда. Помимо Хуан Карлоса Феррера, еще я говорил уже, что за спиной Хуан Карлоса... С какой душой они вообще работают. Стоит Антонио, я, к сожалению, фамилию не помню его, тренер Хуана Карлоса. И он тоже в ложе, я его видел, он сидит. Он, видимо, в Академии Хуана Карлоса работает? Да, да, да. Он у него главный тренер в Академии, это бывший тренер Хуан Карлоса. И он на некоторые турниры с Алькарацем ездит и без Хуана Карлоса. У них потрясающая там команда, профессиональная, грамотная. Поэтому я считаю, у него самая сильная команда из всех в туре, кто сейчас есть. Поэтому тут все как бы сложилось. И хороший материал, и хорошие огранщики этого материала. Поэтому, ну, все сложилось, и вот мы имеем то, что имеем. Но еще важный показатель. Все хотят смотреть, как он играет. Полный стадион на любом его матче. То есть он настолько интересен. Это второе Рафа на Дане. И он очень хорош, еще я скажу, он очень хорош для тенниса в целом. Потому что у него очень чистая техника. И когда дети смотрят на все это, это тоже очень важно, чтобы теннисная эстетика при этом еще присутствовала. Это очень хорошо. Теннисная эстетика, это правда важно. Намного приятнее смотреть теннис. В финал с Циципасом я посмотрел статистику. Около десятка укороченных выполнил. И все поделали. И все выиграл. И он даже после финала говорит, мне кажется, что когда я укорочиваю, я выигрываю каждый мяч. Но это, в общем, серьезное заявление. Время выиграл. Да, серьезно. Ну, по количеству укороченных он только Саше Бублику уступает. Но у Бублика процент выигранных, по-моему, 20 или 30 процентов. Он и подает с руки, но и раз укорочено. Ну, в общем, Алькарас главный претендент сейчас и на Мадрид. И, наверное, на весь этот грунтовый сезон. Как, в общем, фаворит такой стоящий особняком. Но есть и теневой фаворит. Это Новак Джокович. Какие мысли у вас, Борис Лович? А как же руны? А? Руны. И руны тоже. Ну, подождите, давай сейчас с Новаком. Потому что, ну, во-первых, он не играл Америку. И, как говорят в таких случаях, как говорил, помните, Лейтон Хьюитт, когда он приезжал на какой-то турнир, он говорил, «A little bit rusty». То есть заржавел. Вот это ржавчина. Или это что-то более серьезное? Смотрим, как Новак играет на грунте до Мастерса в Риме, например. Да, вот такие у него. Ну, титулов немного. Зато потом на РГ он где-то там вот рядом. Финал, титул, четвертьфинал. Не стоит придавать большое значение. Не надо смотреть на Джоковича и экстраполировать результаты Джоковича по результату турнира в Банилуке. Не, мы как раз говорим, что ничего пока особенного, но хочется все-таки посмотреть и ваш анализ того, что с Новаком происходит. Если бы турнир в Банилуке проводился не его семьей, он бы туда не приехал никогда. В жизни никогда не играл бы там. Это первое. Он играл там только потому... Что брат директор. Но дело даже не в том, что это его семейный бизнес. Понимаешь? Мне кажется, проиграл по такой же причине. Ему было не до турнира совсем. Нет, он проиграл, потому что он играл так. Он не хотел там ломаться. Он не хотел ломаться, он играл просто как получится. Он не хотел проигрывать. На тренеров. Проигрывать никто не хочет. Это понятно, он спортсмен. Но дело в том, что и ломаться он не хотел. Поэтому, когда Лаевич был на пике формы и в потрясающем состоянии, он ему проиграл, да. Причем проиграл спокойно, не без лишних переживаний. Ему, да, противно было проигрывать. Но у него цель другая. У него цель Ролан Гороса. Это совершенно понятно все. И он не будет форсировать эту подготовку. И не будет ломаться. Сейчас все-таки календарь поменялся в этом году. Мастерсы и в Риме, и в Мадриде стали двухнедельные. Для Новака это хорошо. Нагрузка меньше. И поэтому он и на Мастерсах этих не будет из кожи. Он и Мадрид пропускает. Но, во-первых, Новак, как говорят, недолюбливает в Испании. Да, наверное? Ну, дело даже не в этом. У него сейчас локоть там немножко побаливает. Еще может быть что-то. У всех чего-то всегда что-то побаливает. Здоровых нет вообще. Здоровых в раздевалке я ни одного не видел. Только 20 лет был в туре. И не видел ни одного здорового в раздевалке. Поэтому это абсолютно нормально. То, что он пропускает Мадрид, это логично. И вкладывается в мое понимание его стратегии, и что он думает, и как это. И я так скажу, с большой вероятностью, если, конечно, живой человек, все может быть. С большой вероятностью он знает, как подойти в хорошей форме к Ролан Горос. Это его цель. И его главная задача – это выиграть Ролан Горос. И он будет делать именно все для этого. Ему совершенно, ну, наплевать, может быть, плохое слово. Ну, так скажем, в значительной мере безразлично. И Рим, и Мадрид. Поэтому… Вы думаете, он сможет физически, например, того же Алькараза переиграть на грунте? Я думаю, что физически – да. Физически – да. Но вопрос, кто лучше будет играть на грунте, это для меня большой вопрос. Алькараз… В каком состоянии они дойдут? Алькараз на любом покрытии силен, а на грунте особенно. Учитывая эффективность его у короток и скрытность у короток. Ну, у Новака свои козыри есть против Алькараза. Я бы не стал так вот говорить, что Алькараз явный фаворит. Если там условно рассмотреть условный финал Джокович-Алькараз, ну, предположить гипотетический такой финал, я бы постерегся говорить, что Алькараз в нем фаворит. Неуязвимых нет. Нет. А как насчет тогда Рафа? Мы его вообще увидим на «Ролан Гароса»? Сыграет или нет? Как это уже другой вопрос? Я читал, что Тони сказал сегодня, если я правильно все это понял, если правильно пересказали то, что он сказал, что Рафа собирается играть в «Ролан Гароса». Более того, Тони сказал, что если ему удастся пройти на вторую неделю, то уже он дальше будет опасен. Хотя я не знаю, опять же, в каком он состоянии, чего там происходит, что физически самое главное. У Рафы живого места-то нету. На деле при том количестве. Все говорили, что у него вообще карьера будет короткая, потому что теннис энергозатратный, и все, между тем Рафа играет. Ну вот последние, сколько тут, пять лет, вот что с ним происходило, и сколько он это пропускал. А дело в том, что все эти травмы, все эти травмы – это следствие того, что организм перекошен. Теннис – асимметричный вид спорта. И поэтому вот эти все бедро, там мышцы, там мышцы, это все следствие перекоса в организме. И поэтому травмы возникают совершенно вроде в местах, которые, казалось бы, с чего бы им? А на самом деле, если организм перекошен, если в спине есть какие-то деформации и так далее, то все это возникает. И для меня совершенно ничего неожиданного вот в этой картине, которая была, нет. Он, да, он играет довольно энергозатратный теннис. Наверняка у него есть проблемы со спиной, от которых все это идет и так далее. Поэтому все это, к сожалению, это нормальная вещь в теннисе. Но характер бешеный, умение играть никуда не пропало. И если мало-мальски физически он будет готов, то… Если на первой неделе все пройдет нормально и он наберет форму… Это Тони сказал, если первую неделю удастся пройти… Мы с Тони, в общем. То я думаю, что Тони в курсе того, что происходит, в отличие от меня. Я не знаю, что там происходит. А Тони-то в курсе, где он тренируется, с кем он тренируется и как. Поэтому… Мне интересно, вот есть ли какая-то статистика? У меня складывается впечатление, что сейчас намного больше травм у теннисистов, чем даже 5-10 лет назад. У нас есть, знаешь, какая статистика? Вот из большой тройки кто сколько пропустил шлемов? Давайте-ка посмотрим. О, как раз. Вот такие вот истории. Тут еще и мастерсы. Но вот примечательно… Это вот с 2016 года начинается история. Значит, Новак пропустил всего три за карьеру. При том, что два из них и десяток… Не по собственной инициативе. Ну да, он у нас известный антиваксер. У Роджера 8 турниров большого шлема. Это, видимо, уже ближе к концу карьеры. Он пропускал и играл не так часто. У Рафы таких 11. Еще 42 мастерса. А если бы Надаль играл… Ну да, если бы он вез патроны. Да, как на Лизе Карне или Фелисиано Лопес, не пропуская ни одного. Ну, не знаю, мы никогда не узнаем, какие были бы результаты. Дело в том, что я небольшой могу экскурс в историю сделать. По-моему, если я сейчас не ошибаюсь, уже в цифрах могу путаться, но в 2006 году ATP перешло на новую систему. По-моему, был 2006 год. Но я сейчас точно не помню, не буду. Может, ошибаюсь. И тогда были острые дискуссии по поводу этой системы и так далее, когда вели обязательные турниры, все мастерсы, обязательных там 3 турнира 500, обязательных 3 турнира 250 и так далее. Я тогда еще публично выступил на этом собрании, которое было в Австралии, и сказал, ребята, переход на эту систему повлечет очень сильный травматизм. Потому что вы заставляете игроков играть не тогда, когда позволяет тело, когда надо играть в порядке, все начнут играть и в порядке, и когда болит, и это будет большой травматизм. Еще после этого собрания, которое было довольно бурным и так далее, после этого собрания, кстати, приняли правило, его назвали моим именем, когда тренеров перестали пускать на эти собрания, чтобы они не вносили смуту после того, что я довольно долго... Мне не хотели давать там слово и так далее. Ну, в общем, это длинная история, это можно еще отдельно рассказать, если кому-то интересно. Но после этого собрания у меня еще был долгий спор с Роджером Федором. Я ему сказал, Роджер, поверь мне, будут травмы, будет все. К сожалению, я был прав. Я так скажу, к сожалению, я был прав. Да, как раз мы сейчас и наблюдаем. Да, да. Это было неминуемо. Это было неминуемо. Ну, что делать? Ну ладно, есть не только травмы. Например, вот Каспер Рут у нас, прошлогодний финалист, Ролан Горос и вообще приятный парень, значит, вот что с ним происходит в этом году. Травм, насколько я знаю, вроде бы не было. Предсезонки не было. Другие были всякие факторы. Один титул. При том, что если бы он не выиграл этот эшторил, он бы вообще был бы уже там где-то очень далеко. Но дело в том, что надо посмотреть, в какую игру играет Каспер Ролан. Вот в теннис какой теннис. И вот тот теннис, в который он играет, я сейчас не хочу, у нас не передача про Каспер Ролан. Не хочу деталей. Можно его заклеймить? Нет, я не хочу его никак клеймить. Он мне очень нравится и как человек, и как теннисист. Но дело в том, что тот теннис, в который он играл, вот когда в прошлом году все складывалось и все было удачно, у него получился вот такой замечательный сезон. Когда все складывалось, он играл в нужные моменты, был в хорошей форме, они подходили и все. Но это вот по тому, в какой теннис он играет, это не могло продолжаться вечно. Поэтому то, что сейчас происходит, для меня это настолько очевидно, что оно так должно было быть. У него проблема... Какой теннис? Что изменило? У него нет изюминки в игре. Он играет неплохо. Слева чуть похуже, справа чуть получше. Неплохая подача. Все неплохо. Но дело в том, что вот на топ-уровне все-таки держатся все, у которых все неплохо, но есть еще что-то, что позволяет говорить о нем, как о выдающемся, так скажем, теннисисте. У Каспера вот все неплохо, но больше вот изюминки никакой нет. Что, разнообразия не хватает? У него есть ограниченный набор? Нет, разнообразия хватает. Все это так. Но еще раз, изюминки нет. Нету вот такого, чтобы вот что-то он мог выдать в ключевой момент. Нету какого-то оружия, которое он в решающий момент мог бы расчехлить и дать результат за счет этого. У него этого нет. Вау. Я знаю, кто может расчехлить в любой момент. Это Руны. Как тебе, Настя? Вот этот парень, выдающийся. Ну и, конечно, здесь не вспомнить вот этот финал в Мюнхене, который он играл сейчас с Ботиком Ван Дезанск. Но в первую очередь Каспер Рут. Вот здесь. Ты чувствуешь в Руны что-то особенное? Потому что парню 19 лет и он отжигает. Да, психология однозначно. Как можно вот в таком возрасте быть настолько каким-то мудрым, опытным уже? Ну насчет мудрым это, наверное, еще пока к нему не пришло. Да, да. Но я имею в виду в игровом плане в 19 лет так играть матчи и вот насколько он переборол Ботика в финале проигрывая, проигрывая и все-таки смог найти вот этот ключ. Руна, вообще, что он на своем месте. Вот проигрывая, получая травму с мамой, которая уже даже перестала моргать, по-моему, к третьему сету. Потому что сил на эмоции не было. Но в итоге он снова уезжает на вот этой шикарной машине второй год подряд. И я думаю, что пределов для этого парня нет. Он особенный. Но вот, Борис Иванович, по поводу Ботика Ван Дезансклпа я бы хотел спросить. Вы его неплохо знаете. Короткая предыстория. Ботик играл год назад в Мюнхене. Все закончилось гораздо быстрее. Ботик просто практически перестал дышать в какой-то момент. Проблемы с дыханием. Все, он остановился. В этот раз Ботик пошел дальше. И дышал он долго, почти часа три. Но что же все-таки случилось с Ботиком? Трижды подавать на матч, дважды иметь двойной матчбол, еще и на одной ноге, когда уже стоял Рун и подвернул, и не доехать. Что случилось с Ботиком? Это ментальная история абсолютно? Характер. Характер. Если одним словом, то характер. Да, он хороший теннисист. Он хороший теннисист, ровный, с хорошими физическими данными. Но характером немножко слабоват. И вот в решающие моменты вот это проявляется. Он сам показывал, вот там сидел Пол Харки, и он сам показывал. Вот он играет, у него двойной матчбол, да? Он подачу вкручивает, он боится, даже на 40-15 он боится подать первую подачу. Он вкручит, он боится, что Рун и со второй подачи будет атаковать. и это повторялось три раза. Это диагноз уже. И опять же, в том же гейме, в том же гейме, когда он после 40-15 у него было меньше, он подал классно, сыграл классно, и все. То есть, когда проигрывает, его отпускает, как зажимает, и ничего с зажимом, с этим он поделать не может. Может, ему нужно время, чтобы набрать уверенность? Ему... Я даже не знаю, что ему... Хватит ему времени. Что ему поможет, да? Да, я не знаю. Дело в том, что ставить на него клеймо неудачника и слабака, я бы, опять же, поостерегся. Но, с другой стороны, очень важно... Почему нет? Очень важно игроку знать, что делать в решающий момент. Мы... Я со всеми своими игроками, с которыми работал, я этому уделял очень много внимания. Не столько техники, тактики, это все важные вещи и так далее, стратегии подготовки, я про это не говорю, но очень важно, чтобы игрок знал, что ему делать в решающие моменты, о чем он должен думать в эти решающие моменты, как он должен себя вести в эти решающие моменты, что у него в голове должно крутиться в эти решающие моменты. Этому надо уделять внимание. Вы именно проговариваете или упражнения во время тренировок? И обсуждаем. Вот ты подаешь, у тебя сейчас... Да, и упражнения во время тренировки, да, и упражнения во время тренировки. Я помню такую забавную историю, не буду называть кто и что, это были отборочные... Основаны на реальных событиях. Основаны точно на реальных событиях. В этот год разрешили подсказывать. На ЮСО понеделу происходило. Игрок, которому я помогал, играл Квал. Это был решающий момент Квала. У него матчбол, счет 40-15. А можно подсказывать, когда он с твоей стороны. И как раз получилось, что матчбол, он напротив меня, он подходит и говорит, куда подавать? Я говорю, косяк. Вот таким вот этоном. Он подал косяк и пошел пожимать руку. То есть вот это очень важно. Причем, если бы я ему сказал... ну... Вы понадежнее. Может быть, косую. Не сработало бы. А я ему сказал, косяк. И все. И человек знал, что он подаст косяк. Надо было сказать эйс. Нет, эйс это ни о чем, Настя. Это ни о чем. А вот косяк, это конкретно. Понимаешь? Вот это очень важно. Может быть, тот же ботик, если с ним поработать вот на эту тему, может, это станет другой игрок. Такое вполне возможно. Не ботик Ван Дезансклоп, а ботик Петра. Ну, фамилию я его даже не пытаюсь выговаривать. Я ему сказал, что ты извини, но по фамилии я тебя называть не могу. Он засмеялся. С пониманием, да? С пониманием. Он говорит, я... Ну, он да сказал, что я, говорит, понимаю. У меня такая же была просьба перед эфиром. Говорю, вот только не просите меня назвать его фамилию. Ну да, потому что... и избежало этого. Давайте посмотрим фамилии тех, кто не сыграет в Мадриде. Турнир стартует уже на этой неделе, и у нас там список выглядит весьма... Хороший турнир, между прочим, список. Да, из травмированных. Я понимаю, да. Да, тут Береттини опять травмирован, Чилич не восстановился, Кириус не играет давно, Накашима, Дрейпер, Дженсен Бруксби. Ну, не то, что большие потери для самого турнира, но тем не менее игроки, в общем, заметные. Играть будут, как Настя сказала, уже в более быстрых условиях, потому что это в Мадриде... Разряженный воздух. Да. Ну, чуть-чуть побыстрее, да, там чуть-чуть побыстрее. Из-за возвращений Корда будет играть. Очень мне он нравился в начале этого года, как обычно, он травмировался, хрупкая кисть у него оказалась, но вот восстанавливается Сеп, потенциал этого игрока, как бы вы оценили. Ну, очень же хорош. Хороший парень. Физически непонятно. Хороший парень, и я помню еще так случилось, что он с отцом приехал на челленджер в Астану, я там тоже был, и он проиграл там во втором или в третьем круге, я не помню. И на тренировке что-то разговорились, а я с отцом-то давно его знаю, он меня давно знает еще со времен, когда он с Чесноковым играл, и мы разговаривали, я говорю, хороший у тебя парень, он точно заиграет. Он говорит, ну проблем много, все, я говорю, ну решите, будет играть парень. Проблемы за пределами корта? Ну, понятно все, но у них семья-то дети талантливые, там дочка первая в мире в гольфе, Так и вторая дочь, и вторая в гольфе. Слэм выигрывала. Да-да-да, и вторая, да, и... То есть дочь не нормальная, а сын теннисист. И Сеп, да, и Сеп прилично играет, но мама-то тоже теннисистка, и тоже неплохо играла, то он в полтиннике была, да, в полтиннике была, так что там семья такая, очень талантливая, часто, часто на детях, как бы, природа отдыхает, но это не тот случай, это совершенно не тот случай. Ну хорошо, будем смотреть Мадрид, посмотрим, что случится, и к женскому туру, давайте-ка перейдем. Анастасия, тебе первый вопрос, будут играть в Китае, у нас оказывается, теперь, и в общем ситуация непонятная. Саймон, президент WTA, говорил, что ноги нашей вообще там не будет, где Пен Шуай, доступа к ней нет, и вообще чуть ли не опасно игрокам приезжать в Китай, заявил он. Сейчас все возвращается, как бы, на свои места, а Саймон-то, он должен, наверное, тоже уйти в отставку тогда, получается, или что он там делает, если не согласен с... Леша, у меня есть хороший мой школьный друг, у которого есть замечательная фраза, все в этом мире имеет материальное подтверждение. Ну деньги, бабло побеждает злого. Ну я этого не сказал, я сказал более мягко. Ну это достаточно неожиданно, потому что есть уже целое поколение игроков, например, которые в Китае даже не играли, это же Иго Швен так, она была пандемия, потом вот это все. Первая ракетка мира никогда не играла в Китае. Целая вечность вообще. Ну, На самом деле там всегда очень хорошие турниры организовывают, и турниров много. Можешь в Китае находиться там и ИТФ, и WTA, ну то есть для игроков это хорошая база для того, чтобы там начать продвижение своего рейтинга, и организация турниров тоже топ, пусть они и небольшие. Это происходило в наших глазах буквально за несколько лет с мелких турниров, которые распространились. Там теннисный бум, там реально теннисный бум. И там вкладываются очень приличные деньги в теннис. Как вообще? И вот самое главное, базы, базы, вот эти стадионы, Настя правильно сказала, все это так. Все это так, и... Мне кажется, просто грех реально не проводить там турниры, очень хорошие базы. Турниры будут, ждем. Но сейчас давайте все-таки вернемся к текущему моменту. Ига Швентек, первая ракетка мира, выигрывает... Возвращается. Да, Штутгарт, напоминает всем, как обстоят дела в женском туре. За последние несколько лет у Иги всего лишь три поражения на этом покрытии. И Ига снова выигрывает этот турнир. Получает приз «Автомобиль». Что это значит для всех остальных? Арина была не так уж плоха на этом турнире. Допускала. Но слишком сильно старалась. И это ей помешало. Борис Иванович, игра Швентек впечатляет вас вообще? Или это удивляет, например, вас, что такая... Ну, если выбирать между этими двумя глаголами, то скорее удивляет, впечатляет. Но, как говорил еще Козьма Прутков, глядя на мир, нельзя не удивляться. Поэтому то, что сейчас происходит... Что вас удивляет? Меня удивляет, что при такой, в общем, относительно средней, так я мягко скажу, технике игры, она достигает очень хороших результатов. Она компенсирует изъяны в технике, компенсирует характером, компенсирует хорошим движением, компенсирует хорошим пониманием игры. То есть... Вообще девочка умненькая такая. Не глупая. Головой играет. Не глупая, совершенно верно. Во всяком случае, она понимает, что она делает на корте. И в этом смысле она очень... А удивляет-то что? Что недостаточно вариантов у нее в игре? Нет, удивляет то, что при такой, в общем-то, не слишком, так скажем, впечатляющей игре такие результаты. Набор инструментов? Это техническое. Небольшой инструмент. Да, при таком ограниченном количестве, так скажем, гаечных ключей, она уверенно крутит все гайки. Какой-то разводной у нее ключ. Возможно. Настя, тебе ее игра нравится? Вот если честно, мне не хватает... Я очень люблю теннис, люблю женский теннис, когда там есть эстетика. Вот мне не хватает какой-то эстетики в ее игре, не хватает яркости. Мне намного приятнее смотреть матчи Арины Соболенко, нежели Иги. Давай как раз про Арину, которая очень хороша и сейчас пробует мощь своих ударов на грунте. Очень хотела уехать на машине. Да. Уже второй год. Она даже сказала, нельзя так сделать, чтобы я приехал в следующий... Раз и мне точно дали дополнительная машина, может быть, для меня. Арина хороший турнир провела, грунт, в зале. Ну, в общем, наверное, условия идеальные, а как она здорово смотрится. Но этого недостаточно, чтобы обыграть Игу на грунте. Но мне кажется, что... Допустила чуть больше ошибок. Наверное, да, правда, старалась, слишком сильно старалась, а там специфичное еще покрытие, то есть более такое скользкое. Но соотношение сил не на 6-3, 6-3 все-таки. Ну да, возможно. Ну, счет иногда... Матч-то примерно равный. Я видел матчи, когда один игрок выиграл другого 6-0, 6-0, и играли два с половиной часа. Поэтому тут, знаешь, тоже по-всякому бывает. 6-0, 6-1, это не Миша Южный с Надалем в Чинае играл, нет? Это другая история. Это другая история. Я пытался что-то переполнить. Это другая история. 6-0, 6-0 тоже с Мишей история произошла, но это другая история. Ну хорошо, с Игорь Швен, так Арина Соболенко или, например, Рыбакина в идеальном своем состоянии могут же справиться на грунте? Почему нет? Ну, что касается Лены, на грунте не знаю. Лена мне очень нравится, на самом деле. Она как теннисист. И она молодец, она молодец. Я только положительно могу о ней говорить. Но на грунте, Лене тяжеловато будет. Да, я тоже соглашусь. Мне кажется, ей будет тяжело и в плане передвижения, и вариативно. Да, да, да. Настя абсолютно права, да. Хорошо, давайте спорить. Самая зрелищная теннисистка прямо сейчас в WTA Tour это Онс Жабер. Попробуйте меня переубедить, но она невероятная и за пределами корта. Она отличная, лучезарная, веселая. Министр счастья, как она сама себя провозгласила. Но играть ей тяжеловато. Начало сезона, да. Потом выиграла зеленый грунт в Чарльстоне. Снова травма здесь. Бережет себя или действительно не готова играть? Сейчас хочет, может быть, подождать Парижа, чтобы там быть... Я думаю, она получила травму и просто нет сейчас... Нет сейчас цели запускать ее дальше. Лучше сейчас перерыв. Снегрита снялась 0-3, да. Да, и с Мадрида вроде она тоже снялась уже. Такой теннис у нее. Потому что такие вещи она делает, что травмы будут ее преследовать? Она вроде бы не бегает... Она травмоопасна. Она травмоопасна, и тренерам с ней надо быть очень аккуратными. надо очень аккуратно вести планирование. Я имею в виду объемы тренировок, количество соревнований и так далее. Она мне очень нравится. Но это же украшение, правда, сейчас для жертвы. Она мне очень нравится, да. Очень нравится. Я еще запомнил ее, когда она в Москве на Кубке Кремля играла. С Касаткиной финал знаменитый. Когда она только начинала, да. Когда не все герои носили плащи, мы узнали, да, вот эту фразу? Но вот игроки в плане... Есть игроки, которые менее травмоопасны, с которыми можно обращаться попроще, и можно не слишком париться о режимах тренировок и так далее. А есть игроки, для которых эта ситуация очень критична, и с которыми надо быть очень аккуратными. И вот тут очень важно, чтобы тренеры это понимали. Но мой опыт подсказывает, что отнюдь не все тренеры на этом, так скажем, сильно заморачиваются. Ну, Каролай Ангарус, она будет в порядке? Одному богу известно. Я не знаю. Настя, ничего не скажешь. Я вообще не знаю, как она... Прогнозирование в теннисе делали. Наверное, сделают все, чтобы как-то придержать. А что значит сделают все? Ну, Мадрид не сыграют... Все операции. А что значит сделают все? Ну, восстанавливаемые какие-то там процедуры. Я не знаю, медицина сильно же продвинулась вперед. Ты знаешь, Леш, очень важный момент такой. И в медицине, и в спорте очень важно, чтобы работать с причинами, а не со следствиями. Я всегда говорю, что хороший тренер работает с причинами, плохой со следствиями. В медицине абсолютно то же самое. Хороший врач устраняет причины, плохой врач... Там вообще диагностика правильная, важная. Это как часть. Это как часть. Чтобы понять причины, нужна хорошая диагностика. Точно так же, понимаешь, могут тебе дать таблетку от головной боли, и она пройдет на какое-то время. Но если у тебя с сосудами что-то не в порядке, то она на какое-то время пройдет, а потом будет инсульт. Понимаешь, тут... Это очень важный... Это очень важный момент, чтобы и тренеры, и медицинский персонал понимали причины и устраняли причины. Тогда все будет хорошо. Ну и тут тоже вопрос, вот будет ли она готова. Можно, конечно, подготовить игрока, дофорсировать это восстановление. И получить в первом круге, да? Нет. Какой ценой? Она даже может турнир выиграть, но потом не сможет вот эту травму полноценно восстановить. То есть уже будут последствия. Вот пример очень хороший из того, что сейчас происходит. Это Тим. Вот какой ценой все это далось. Я знаю, как он тренировался, знаю все. И понимаю, что вот он делал все, но не он, а его команда. Презник, да, у него? Делал все, делал все, чтобы у него была серьезная травма и чтобы он потом вот так вот мучился. Ну, да. Давайте к российским теннисисткам перейдем. У нас, похоже, новая первая ракетка. Анастасия Потапова? Ну, вот, чемпионская гонка, она обошла даже Варвару Грачеву, Дашу Касаткину здесь рядышком. Еще так плотно все здесь в первые тридцатки. Людмила Самсонова, Екатерина Александрова. У Вероники Кудернетовой давно результатов хороших нет. Они как-то с Настей Потаповой за счет пары еще что-то там. Вот в Штутгарте едва Вероника не нашла свой путь к победе в сложном матче. А Настя Потапова как всегда. Она как второе вдохновение какое-то поймала. Вроде казалось вначале, что вот у нас такая молодая звездочка растет. И потом раз Настя чуть притормозила в своем продвижении в рейтинге. Где-то травмы были. А вот сейчас она как набирает заново эти обороты. И рада, что все-таки она справляется со всеми своими травмами, которые у нее были. И вот находит себя, скажем так, по-новому. 22 года, да, всего лишь? Анастасия Потапова и кажется, что она в туре уже целую вечность, огромный опыт, но результаты такие стабильные. И она подтверждает. Я бы еще отметил хорошую работу Игоря Андреева и менеджера Александра Островского. Мы практически каждый раз созваниваемся. У нее очень хорошая сейчас, я считаю, команда в этом смысле. Плюс Андреев, Игорь, принес как раз спокойствие. Плюс для девчонки очень важно, чтобы у нее и в личном плане было все хорошо. Сейчас у нее роман с Шевченко. Это тоже ей... По всем позициям просто все хорошо сейчас. Тут все как бы все сложилось. И она эмоционально в очень хорошем состоянии. Плюс еще раз, Игорь молодец, он не торопясь, немножко удар справа ей привел в соответствие. И Александр Островский много делает в плане планирования, организации всего. Поэтому все это в совокупности и дает результат. Известная фраза «играть в теннис и получать удовольствие». Вот Анастасия Потапова как раз сейчас это и демонстрирует, и это хорошо, это приятно. Они все молодцы. И она, конечно, в первую очередь, в конечном счете люди вокруг могут только помогать, а играет игрок, но эта помощь тоже важна. А она молодчина, что говорить. У нее характер всегда был. Хорошим таким поставщиком новостей сейчас стала Мира Андреева у нас. Кстати, она выиграла два турнира. Она просто отжигает, она один 60-ти тысячник завалила. Следующий. вот что с ней собственно говоря произошло с февраля 22-го года. Взрослую карьеру она здесь начала, ну и дело пошло. Я ничего не имею против Мира Андреева, это замечательно, но не забывай тоже, что Алина Корнеева, которая обыграла в финале Австралии, она тоже 60-ти тысячник выиграла. Так что... А есть еще сестра у Миры, Эрика, которая правда проиграла в квале в Мадриде, но тоже где-то рядом. Поэтому я считаю, что вот это хорошая компания. Сестра Андреева, Корнеева, это то будущее, которое уже является фактически настоящим. Вот она, да, во вторую сотню рейтинга попала, соответственно, квалификация Ролан Гарос ей гарантирована, да? Ну что? А что такое квалификация Ролан Гароса? А в Мадриде Уайлдкарт уже, ну как бы все равно она уже выходит в этот уровень, она примеривается, она, ее зона теперь, ее территория. Понятно, да, понятно, безусловно. И, к сожалению, у нее возможностей больше, чем у той же Корнеевой, потому что она в обоиме, тренируется во Франции и так далее, и так далее. У Алины Корнеев в этом смысле все сложнее, но так волей судьбы я тут был на одной ее тренировке, меня ее тренирует моя бывшая ученица, и я был на тренировке там, ну. Ну и что вы там увидели? Ну, я не буду рассказывать деталей, вот, но она мне очень понравилась. Я впервые ее видел как бы живьем, не по телевизору, а живьем, и она мне очень понравилась, и вполне прогнозируемо, что если все будет сложиться, у нее тоже все должно быть. Сложится в плане команды именно? В плане и девочки, да, и тренер у нее старается, и себя, и из нее пытается выжить максимально то, что возможно. Но ей будет гораздо сложнее в организационном плане, поскольку сейчас ситуация, к сожалению, работает против нас. Настя, хорошее будущее у нашего женского тенниса. Нет сомнений в этом никаких? Ой, сложно прогнозировать, потому что, как мы все знаем, травмы у девочек на психологические проблемы. Кажда идет своим путем. Одна нашла бойфренда заиграла, другая нашла бойфренда и пропала, поэтому тут все непредсказуемо. Это точно. Как вы сказали про Мариан Бартоли, да, или кто? Да, Мариан Бартоли однажды увидела актера на трибуне. Увидела актера на трибуне и выиграла Умбулдун. Да, вот что женщине нужно для счастья? Не пытайтесь анализировать женский тур и то, что в нем происходит. Это была программа «Выход к сетке». Анастасия Пивоварова, Борис Сопкин и я, Алексей Михайлов, были вместе с вами. Счастливо! Мариан Бартоли Продолжение следует...